МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему Путин спасает Пашиняна? Великобритания, Турция и Украина образуют союз против России в Северном море Грик-Сити-Таймс. Тюркификация армянских топонимов имеет глубокие корни. Краторное озеро Немрут, второе по величине в мире, которое находится в Датване, провинции Багеш, Западной Армении, побелело после снегопада. Помимо природной красоты, Немрут радует посетителей своими горячими и холодными озерами, гейзерами и ледяными пещерами. После снегопада кратер принял сказочный облик, привлекая любителей природы и фотографов. Накануне вечером потеряна связь с личным составом нескольких постов в направлении села Хинтахер в Хацаберт Кадрудского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии обороны Арцаха. Вчера вечером при невыясненных обстоятельствах пропала связь с защитниками Хацаберта и Хинтахера. Всю ночь и сегодня утром продолжались поисковые работы. При посредничестве российских миротворцев ведутся работы для выяснения информации о возможном пленении военных и соответствующих действиях в случае подтверждения информации, говорится в сообщении. В беседе с Армен Пресс пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Пагусян прокомментировал информацию о том, что Азербайджаны длительное время перекрывали дорогу в село Хиншен Шушинского района, фактически оставив жителей в блокаде. Азербайджанские силы пытались оказать давление на армянскую сторону, устроив базу на дороге, ведущей в Хиншен. Но в результате вмешательства российских миротворческих войск сегодня им удалось снять азербайджанскую базу с дороги и разблокировать Хиншен. На данный момент в общине присутствуют как представители армии обороны, так и российские миротворцы. Обеспечивают безопасность жителей общины, сказал пресс-секретарь Арейка Рутюняна. Кроме того, слух о том, что азербайджанцы дали 12 часов жителям Ехцахоха возле Старого Шена, чтобы покинуть село, не соответствует действительности. По словам Пагусяна, в ответ армянская сторона отклонила требования, и в настоящее время позиция находится под контролем армянских сил. После Карабахской войны в Закавказье и соседних ближневосточных странах началась новая большая игра, главным признаком которой является сенсационной для многих экспертов кооперация России с Турцией. В нее уже вписался Азербайджан, а теперь такая возможность появится и у Армении. Вопрос только в том, дадут ли Пашиняну реализовать задуманное. После того, как президент Турции Реджеп Тайпердаган в Баку выступил с предложением о создании платформы шести стран, которые должны сотрудничать ради поддержания мира в Закавказье, и призвал Армению присоединиться к этому проекту, который, по его мнению, сулит Еревану значительную выгоду и может открыть новую страницу в отношениях Турции и Армении. Мало кто предполагал, что Ереван отреагирует на это столь быстро. Однако на заседании Совета безопасности Армении премьер-министр Пашинян заявил, что нужно улучшить отношения с Турцией и Азербайджаном, пытаясь найти точки соприкосновения. По его словам, произошло изменение. Азербайджанцы сейчас сильнее. Следовательно, он вынужден смириться с этой ситуацией. Объективно рассуждая после соглашения между Баку и Ереваном и Москвой о прекращении Карабахской войны одним пунктом, которого предусматривается разблокирование всех региональных коммуникаций и создание транспортного коридора через территорию Армении между Азербайджаном и Нахачеванью, появляются главные предпосылки и для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Более того, нормализация отношений с Турцией выводит Армению из региональной изоляции. Сегодня эта республика из четырех межгосударственных границ имеет две закрытые. Превращает ее в страну с транзитным статусом и выходом в Европу. Прежние попытки разорвать связь восстановления отношений между Ангарой и Ереваном с разрешением Нагорно-Карабахского конфликта не увенчались успехом, как и последовавшая попытка Пашиняна реанимировать этот процесс без предварительных условий. Как указывает российский Кавказовет Сергей Маркедонов, Декларация о независимости Армении, считающаяся составной частью основного закона страны, содержит пункты о необходимости международного признания геноцида армян и упоминания Западной Армении, то есть указывает на факт территориальной проблемы. Не случайно Эрдоган в своем заявлении в Баку указывал на необходимость принятия со стороны Армении соответствующих решений. Поскольку уравнений Нагорно-Карабахский конфликт и турецко-армянское примирение первая часть фактически определена, если иметь в виду возраст под контроль Азербайджана утраченных ранее районов. Что касается армяно-турецкого примирения, то двум сторонам придется преодолеть существующие сложные исторические барьеры, чтобы начать писать новую главу в истории своих отношений. Полный текст статьи доступен по следующей ссылке. Министр иностранных дел Турции Мевлюд Човашугло посетил в июле Лондон для укрепления торговых связей между Великобританией и Турцией. У обеих стран есть свои интересы в двустороннем сотрудничестве. С другой стороны, Украина готова предоставить свою территорию для размещения британских ВМС. Таким образом, постепенно формируется союз трех враждебных Россий-стран. Об этом пишет Greek City Times. Турция и Великобритания знают, против кого дружить. Брюссель недоволен ситуацией с правами человека в Турции и не позволяет Анкаре вступить в Евросоюз. Политики ЕС также обеспокоены геополитическими амбициями Эрдогана в Восточном Средиземноморье и Ливии. В то же время турецко-американские отношения после покупки турками российских систем ПВО С-400 ухудшились. В Европе Лондон воспринимается неоднозначной после Брексита. И это один из немногих друзей Анкары на Западе. После выхода из Европейского Союза Соединенное Королевство стремится создать свою собственную систему альянсов, подчеркивая лидирующую роль Турции. В то же время Лондон очень осторожно относится к действиям Турции в Сирии и Северной Африке. В связи с этим опасения Москвы усугубляются распространяющимися слухами о возможном размещении британских войск в украинском городе Николаев на берегу Черного моря. Что касается Киева, то последний считается выгодным антироссийские высказывания Анкары о принадлежности Крыма. Имена людям, названия странам и города ставятся не случайно. Каждый из них имеет свою историю и свое значение. Неслучайно завоеватели в первую очередь изменяли названия оккупированных городов и территорий. Турки и кавказские татары нынешние азербайджанцы в этом отношении не стали исключением. Когда пытались стереть армянские следы с памяти людей и из исторических источников, Азербайджан наилучшим образом усвоил и использовал опыт и методы старшего брата. Туркизация и курдизация армянских топонимов в Турции имеют глубокие корни. Турколог Люсине Саакян в своей работе отуречивания топонимов в Османской империи и в Республиканской Турции представляет историческое развитие и применяемые в этом направлении методы. Власти Турции, понимая, что армянские топонимы являются плодом целой цивилизации и красноречивыми свидетелями существования в Западной Армении древней армянской цивилизации, не довольствуясь физическим уничтожением, настоящих хозяев этой территории продолжают свой историко-культурный геноцид, делая своей мишенью и армянские топонимы. Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты Республики Армения. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сасунгамуит. Редактор субтитров А.Семкин Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!